Лебедкин и 50-й Артем Дедковский. Миргородс от улицового борта на Шефера. Дальше диагональ на Дедковского. Неплохо Дедковский. Уходил от столкновения. Дальше добраться ему не дали. Бабушкин приехал в чужую зону. Бросил уберданец на месте. Начинается борьба. Выходит Академия Михайлова из нее победителя. Дальше попытка поднять на синюю. В итоге шайба вылетает из зоны крылышек. И там Денис Попов будет стараться начать атаку своей команды. Пока так с боями. Но вроде не хватило немножко подопечным Юрия Кузнецова. И по итогу крылья там в своем добрали в третьем периоде. Отправляются сейчас Сетуньцы в атаку. Левым краем залетел в зону Лебедкин. Дальше партнеры помогают. Вот только Петрову не дали. Наташа будет добраться. Анап. Вперед по борту. Получилось. Видно было, что хотел. Искал момент для броска. Так. Тут Иванов. Троих обошел. И... А вот здесь дальше перед воротами чуть-чуть не хватит. Петрову. Именно по скорости. Иванов. А Петров там как раз таки хорошую передачу отдал. Петров с Ивановым борются у лицового борта за воротами Попова. И в итоге вот так вот потихонечку приехавший помогать Дитковский шайбу в итоге и забрал. Но вот дальше крыльев развернуться не очень получилось. Бабушкин приезжает в чужую зону. Бросок на себя. Защитники принимают. И дальше этот матч последний. О, молодежь на кокинейной лиге. Дальше уже Максим по возрасту не пройдет на следующий сезон. Филатов вперед сыграл. Но там никого не оказалось. Ну и крылья тоже без адреса. Вперед с шайбой. Отослали. Чабан на партнера. Бабушкин. Снова Бабушкин борется. Пытается у Миргорода шайбу с Миргороду. Но в итоге сегодня на момент удаления счет 0-0. Храпов пытался убежать. Да, и здесь Храпов еще попрессингует. Конечно, чего ему стесняться в этом прессинге. Забросили крылья шайбу в чужую зону. Лебедкин успел. Но и так на ногах чуть лучше устоял. Поэтому и передачу дальше на Детковского получилось сделать. А вот потом до броска дело довести не вышло. Петров на Иванова. Тот шайбу принять не смог. Снова Петров. Передача на пятак. И моментище у Лебедкина. А вот только попасть в створ ворот у 91-го номера крыльев не получилось. Петров за ворот шайба отправил. Снова Петров на синий. Иванов, Петров. Перевод на свободное пространство. Лебедкин, Петров. И вот. Ходили Михайловы реализовать лишнего. Коробки. Его проход и бросок хороший у Нила получается. Только точности не хватило. Пытается Кадемия Михайлова вернуть себе шайбу под контроль в чужой зоне. Не получается. Это сделать и все по-новому. Детерев не сумел. Натерализовать Лебедкина. Лебедкин пошел постинговать. И так довольно активно это сделал. Еще и Михайловцев чуть-чуть подзадержали в зоне. И снова синий закрывается. Неудачный оскок. Петров бросок воротом выше. Лебедкин в баскетболе. Это уже только здесь. В левом круге вбрасывание. Ну, левый для Академии Михайловы. Правый для крылышек. Начинается атака. Петров аккуратненько хотел вдоль борта прошмыгнуть. Мимо Дегтярева. Не получилось. Не позволило. Вот здесь уже Гималединов. На синий хорошо играет. Бросок. Несколько шагов сдвинулся. Но как раз за руку бросал. Шага попала в кого-то из полевых. За руба. Бросок в нижний угол. Дальше пытается Гималединов. На партнера. Ну и снова приходится так разворачиваться. Через дом. Не получилось зарубить далеко. Шайбу выбросить. Ну и дальше крылья. Остается шайба. Ну крылья в Дедковский. Переводит на левый край. Там Лебедкин. Уже как раз таки сумевший выйти. Петров. На синюю линию. Снова Петров шайбу получает. Дальше за ворота. Лебедкин. Ну явно под бросок. Явно же надо было лучше. Это передачем действия. Миргород. На Захарова. Захаров через борт. Разобрался. Кондратенко. Не получилось. Петров. Дедковский. Ну и такой полнаброс. Полубросок. Лебедкин. Пытается. Надо шайбы добраться. Не получилось. У него это сделать как следует и в нужное время. Но тем не менее крылья шайбой. Дедковский. На Лебедкина. Лебедкин. За ворота. Там Петров. Против Петрова действовал Алипов. Шайбу забрать не получилось. Снова там Алипов. Борьбу вступает. И удаление. Против Рузина. Против Рузина. Против Анопа. Ну и в итоге Аноп. Да шайбы тут в молодежной хоккейной лиге. Дальше уже попытка прорваться будет в ВХЛ. А там глядишь и может быть в КЦА. Посмотрим. Это будет правда уже чуть позже. Дедковский играет направо. Крылья строит свою атаку. Дедковский и снова шайбу получает. Хорошо. Климкин. Ну Климкин дальше на Лебедкина хотел отдать. Ну вот наверное один из тех людей, да. Кто вот так по идее должен забросить. Я про Лебедкина. Естественно. Три сезона в молодежной хоккейной лиге. Все в составе крыльев. 161. Матч на его счету. Это матч под номером 162. 37 заброшенных шайб. 40 передач на счету Лебедкина. И вот здесь момент мог быть для Лебедкина голевым. Но удалялась, чем крылышки. Но опять же игра в большинстве не принесла крыльям большого количества голов. Посмотрим как будет сейчас. Правда едва тут не убежал Чебан. А так вот так в меньшинстве это получить сейчас крылышкам было бы совсем не вовремя. Лебедкин притащил шайбу в чужую зону. Сохранить ее там получается у Якимова. Дедковский слева. А шайбу получает Иванов. И приводит ее на правый край. Дедковский. По борту не получилось. Шайбу отправит за ворота. Иванов в собственной зоне. С шайбой ждет адресатов. Нашел Дедковского. Дедковский. Сыграл в Бабушкина. Ну точнее в конек Бабушкина. Шайба обратно получила. Расставляются крылья. В чужой зоне Клинкин. Заворот на Дедковского. Дедковский перевод до Петрова шайбы все-таки доходит. Но не так, как изначально хотелось бы. Дедковский. На си день остается шайба. Иванов сумел ее сохранить. Бросок Иванова. Вчера кто-то Иванов поселее бросал. Помнится мне. Дедковский. Там хорошо. У него Дудковский. Борьбу ведет шайба. Остается у Крыльев. Иванов. Дедковский. В центр не проходит передачи. Хотя казалось бы там пас на пару метров. На Лебедкина. А в составе Академии Михайловой 17-я встреча. Все правильно. Не туда я глянул. Прошу прощения. Вставляется Академия Михайлова шайбу в чужой зоне. Броском. Исполнение Мельниченко. Больших дивидендов. Этот бросок только не принес мне Неченко. Оставил шайбу партнеру. Дальше. Передача не точно. Пропустил шайбу Лебедкина на Петрова. Тут ее за ворота закинул. И пытается Академия Михайловой зоны выйти. Получается это сделать. Неченко там мчится на возможное добивание. Чуть-чуть не хватило. Скорость тем. Из-за того, чтобы добить шайбу пущенную в воробьё. Этот сезон, ну понятно, что он такой сумбурный получился. В конце концов, вот это противостояние должно было состояться еще в сентябре. И матчами с Академией Михайловой крылья должны были открывать сезон в Сетуне. Приведя почти весь сентябрь на выезде. Но вот из-за коронавируса в итоге эта встреча съехала на начало марта. Ну и, наверное, могли и должны были в плей-офф попасть. Во всяком случае, задача такая совершенно точно. Команда стояла в этом сезоне. Выполнить ее не удалось. Опять же, определенные объективные причины на то есть. Дальше уже субъективизм Каждина против него. Лебедкин. Ну и получилось у Петрова шайбу забросить в чужую зону. Лебедкин хорошо приехал. Передача на Петрова. Забросить тому не позволили. Напомню, вчера второй период завершился победой Академии Михайлова. Ну это так. В качестве и ноль. Вчера 3-1. Ну и, кстати, такие же цифры горели на табло в товарищеских матчах. Так что вот так чтят, что называется, свои немногочисленные, но уже вполне себе традиции обе команды. Бойщик, кстати, четырех шайб не забрасывает. Отправляются Михайловцы в атаку Чебан. Чебан, что он приехал. Получился там пас на Гималединова. Вываливались на пятак. Крылья. Пытается отправиться в атаку, но как-то Детковский решил притормозить. Там, да, нужно на смену было ехать. Но там плюс еще Калаберданец. Никого злого умысла не было. Выигрываются Михайловцы вбрасывание. Дальше уйти в атаку не получилось. Ну и у Крыльев на перехвате. Тоже ничего путного. Сделать не вышло. Иванов показывает, куда давать передачу. Давать нужно было без Гималединова. Появился на площадке. Там Чебан и Аноп. Но пока что Филат. На Гималединова на синюю. Потому что бросок с первой попытки не получился. Дальше Зудилов. Зудилов за воротами дождался пока. Свежее второе звено появится. Ну там частично сменились защитники. Да вышел Петров. Зудилов. Хорошо шайбу убрал. Петров тоже классно действует. Гуськов. Петров. Пока так Гуськову не очень удобно меняться. Гуськов с воротами. И туда Петров успевает. Смениться. Зудилов успел. Ну и сейчас Аноп. Проехался. Не получилось. Снова Кондратенко. Причем там потерял клюшку. Клаберданец. Все пока вернуть себе свою не может. Попов. Из ворот вышел. Лоптался. Шайбу отбросит. Там едва Детковский. Эту саму шайбу не забрал. Данилов. Приехал в чужую зону Данилов. Ну забей сейчас. Вполне может быть. Шайба тянула на претендент звания лучший. Сегодня хотя за матчем Динамо Атлант параллельно не очень получается. Не знаю уж какие там шайбы залетают. Лебедки. Так вот передача на Детковскую. Смени дальше было. Зудилов. Бросок поворотом не получился. Получилась такая передача Кучкову в борьбу. Петров. Пытался лакросс устроить. Не получилось. Зудилов. Петров. Не смог принять шаг. Хотя вроде в гордом одиночестве был. Петров. Поехал за ворот. 72 номер Крылышек. Шефер. Передача. Свежевысший Лебедкин. Хотел шаг. Этот самый. Момент и быт. Балбушкин. Приехал в чужую зону. Довольно неплохо так поборолся. Ну вот уже вижу в чате трансляции ожидания от следующего сезона. Я так понимаю, что Алексей про Крылья Советов пишет. Посмотрим в конце концов в мод. Вбрасывание остается за крылышками. Пытаются сейчас сетунцы расставиться. Ну и вполне себе у них это получается. Ну да. Так уточнить нужно было в какой региональной лиге разницы в три шайбы. Тот не снимает даже если в одну шайбу команда проигрывает. Ну опять же, все от многих факторов зависит. Посмотрим. Посмотрим. Я вот думал, что вчера Попова снимут в конце матча. Но тоже не сняли, а там тоже была разница на точке. Ну что, первое удаление в матче Крылья реализовали. Продолжение следует...